Здравствуйте, уважаемые телезрители! Информационное вещание на канале РТ Планета продолжает программа «Обратная связь». Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях в очередной раз депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Сергей Катасонов. Сергей Михайлович, здравствуйте и спасибо вам, что пришли в нашу студию в очередной раз. Добрый вечер всем. Эта студия в течение ближайших 40 минут будет доступна для ваших звонков, которые мы принимаем по телефону 43 45 07, код Оренбурга 35 32. Звонить и задавать вопросы можно по этому номеру. Кроме того, мы, как всегда, призываем вас принять участие в нашем традиционном интерактивном голосовании. Вопрос интерактива сегодня касается агитационного поезда ЛДПР, который две недели тому назад прошел по территории Оренбурга. И говорить с Сергеем Катасоновым мы сегодня тоже будем об этом поезде. Впрочем, не сколько о нем, сколько о тех жалобах и предложениях, которые собирают те, кто на этом поезде ездит. Итак, приступим. Для начала все-таки о самом поезде несколько слов. Сергей Михайлович, давайте вспомним историю агита эшелона ЛДПР. Когда все начиналось, для чего все это было придумано, и почему, собственно, поезд, а не, допустим, какая-нибудь там автоколонна ЛДПР. Я думаю, что все-таки железные дороги – это то, с чего начинала царская Россия, в отличие от дорог. И сеть, и развитость их намного выше сегодня, если брать удаленные наши точки, и возможность доехать выше у поезда. Это первое. Насколько я знаю, в Сибири, в Дальнем Востоке, есть населенный пункт, о котором либо по воздуху, либо по железной дороге. Есть, правда, те, которые только по воздуху. Можно выйти в город Оренбург, посмотреть на наши дороги и представить, что на территории, где людей нет. О дорогах, об их качествах мы еще впереди поговорим. Насколько я знаю, вопросов, наверное, про дороги в поезд ЛДПР было больше всего. Ну, были вопросы. Поэтому, скажем так, была задача, скажем, дойти до каждого населенного пункта, учитывая развествленность железнодорожных сетей. Я думаю, что это было сделано лидером партии Жильновским не случайно. И, как вы правильно сказали, с конца 90-х годов этот поезд у нас двигается. И что удивительно, вот депутаты, мы обязаны быть обязательно по тем территориям, которые мы курируем, то есть для меня это Оренбургская область. Но приветствую также и проехать по другим территориям для сравнения. Поэтому вот я был Псковская область, Чувашия был. А ближе к нам Псков далеко. Да, и так вот разные. Хочу сказать, что есть территории, где, в общем-то, люди приходят и говорят, что нам говорили, что рельсов за пределами вот этого пункта населенного нет. Поэтому сюда никто не ходит. Поэтому раз вы приехали за 20 лет первые, значит, все-таки рельсы еще остались. И такое бывает. Бывает, что нет таких станций, как у нас. Уточню, что значит рельсов нет? Они считают, что там за пределами их населенного пункта жизнь кончилась или что? Ну, дороги есть какие-то дороги, автомобильные еще. Но на вопрос к главе поселка, а почему отменили электричку или почему отменили поезд? Они говорят, а разобрали рельсы, поэтому мы не можем. А когда он пришел, они говорят, а нам же сказали 20 лет назад, что уже рельсов нет. Поэтому и такие были курьезы. И не везде были такие станции, конечно, как в Оренбургской области у нас, там Бузулук, Сорочинск и другие крупные, Орск. Приличные станции, приличные вокзалы. Да, приличные. Ну, я их и отмечаю. А были территории, где мы останавливались и, допустим, просто останавливались и думали... И шпал сложенный какой-нибудь полустанок, да? Да, из леса просто выходили люди. Вот, скажем так. И достаточно зрелища такое, ну, скажем так, неподготовленное, что ли. Потому что, ну, непривычно. Все-таки мы привыкли, что люди встречают. Это просто негде даже, люди выходят из леса и, скажем так, задают вопросы, мы общаемся. Конечно, обязательно раздаем собственную атрибутику. Но и самое главное, собираем те проблемы. То есть задача поехать на поезде была, это собрать информацию, какие проблемы на территории России и у нас, какие проблемы в Оренбургской области. Об этом чуть позже поговорим, но сначала примем первый телефонный звонок, который сегодня у нас уже раздался. Здравствуйте, обращаюсь к телезрителю, дозвонившемуся. Вы в эфире, задавайте, пожалуйста, свой вопрос, не забывайте нам представиться. Тут Ихин Валерий Витальевич. Вы меня слышите? Да, слушаю, Валерий. Тут вот такой вопрос. Значит, вышел на пенсию по старости 61 год. И по 173-му федеральному закону я, значит, должен за 5 лет предоставить справки о средней заработной плате. Но я смог, значит, предоставить справки за 3 года. А за 2 года мне в системе Оренбург Энерго, кстати, дали справку о пожаре в архиве. То есть, и мне практически из 10 класса проработал. И мне сейчас пенсию начислили, рассчитали, или начислили, как правильно сказать, за 3 года. А за 2 года – ноль. И вот куда ни обращался, и в суды, и к Чадову, и полтора года бьюсь, и ничего не могу добиться. И мне, в общем-то... Ваша проблема ясна, Сергей Михайлович, сейчас на него ответит. У меня к вам вопрос. Вы что-нибудь про поезд ЛДПР слышали? Может быть, приходили там на встречу? Я слышал, реклама шла, и время остановок. Но я, к сожалению, не смог. Понятно. Сергей Михайлович, что можно на Валере ответить? Значит, вот такая ситуация, конечно, для меня очень странна. Потому что мне казалось, что с этим обращаются люди, у которых архивы горели в 90-е годы. Это было более-менее понятно. Вот в этой неразберихе смена государства. Но сегодня, я так понимаю, что последние пять лет речи идет. И тем более в такой структуре, к которой мы, в общем-то, достаточно с пониманием относимся. Поэтому давайте так. Вот телефон запишите, наши приемные. 37-80-64. 37-80-64. Обратитесь ко мне. Я постараюсь, с учетом того, что мы тема сегодня поезда этого, я лично подойду к Владимиру Вольфовичу, чтобы он этот вопрос взял на контроль. Вот даже так. Да, ну поезд же сегодня. По поезду, Владимиру Вольфовичу, сколько процентов обращений из тех, которые собираются во время, мы уже говорим о том, чем поезд занимается, надеюсь, для телезрителей это не впервые они об этом слушают, сколько из этих обращений именно к лидеру ЛДПР, именно персонально к нему, процентам? Вот смотрите, я назову то, что мы собрали, 830 обращений, это те, которые мы собрали в Оренбургской области, которые были направлены в адрес Владимира Вольфовича. И порядка 300 обращений, это те, которые были на местном уровне в адрес регионального отделения, в мой адрес и так далее. Ну то есть из трех два Владимира Вольфовича получат. Ну да, естественно, скажем так, у нас, ну это менталитет нашего народа, всегда хочется обратиться в последнюю инстанцию, чтобы не мучиться. Потом, знаете, вот если... Владимир Вольфовичу известный политик. И, вы знаете, вот мы общались с людьми в ходе этих встреч, люди демонстрируют усталость от общения с нашей властью. Очень многие вопросы, которые длятся годами, некоторыми десятилетиями, уже нет веры никому на уровне, допустим, областном, и все время хотят выйти на новый, как бы, виток для того, чтобы, ну, может быть, там удастся достучаться до решения данного вопроса. Из партийных материалов на интернет-ресурсе, я, когда готовился к этому эфиру, почитал, что фактически во всех регионах, где был поезд ЛДПР, люди жалуются на отсутствие именно реакции должной со стороны местной, ну, в первую очередь, муниципальной власти. Для нас актуально? Конечно. Конечно. Дело в том, что последний тренд, вот, который я вижу на территории нашей области, это, во-первых, отсутствие власти, а, во-вторых, реакция, которая пытается объяснить вот ту позицию, в которую человек попал. Ну, условно, вот Сороченска к нам обратилась в ходе вот этого поезда, женщина, и говорит о том, что, да, меня переселяют из ветхого, аварийного жилья, но с меня требуют доплаты за то, что я получу данную квартиру. У человека нет денег. Вот понимаете? И вроде по закону все. То есть, ей администрация отвечает. Но вопрос в том, что у человека нет денег. Сегодня ситуация такова в стране, что и пенсии, и наши минимальные заработные платы, и реальные заработные платы, они откатились по реальным доходам на уровень 90-х годов. И сегодня вот этот ответ, что, извините, денег нет, вы тут держитесь, он как бы стал таким девизом, и первое, это отсутствие ответа, а второе, ответы, которые не устраивают. Вот эту женщину, ее не устраивает, что по закону, если площадь больше, она должна доплатить. У нее нет этих средств. Поэтому, конечно, вот мы сегодня столкнулись с новеллой, которой раньше вот не было. Знаете, приходили, чисто вот помогите на лекарства дайте, помогите вот ребенка собрать в школу. Ну, какие-то требования, да? Такие, знаете, бытовые. Сегодня люди обращаются, это связано с отменой ЕДК, то, что мы отмечали, сегодня они обращаются по концептуальным вопросам, что надо менять концепцию нашей жизни, надо менять размер минимальной зарплаты, размер минимальной пенсии, надо возвращать ЕДК. Встает вопрос о власти, то есть те представители народа, которые принимают эти законы, когда власть отвечает, а все по закону. Они уже население не устраивают, и вот в рамках этого поезда я обращался, всегда говорю, либо мы идем с протянутой рукой, либо мы опять на коленях просим какой-то подачки, либо надо идти на выборы, надо менять представительную власть, надо менять депутатов в законодательном собрании и принимать законы. И могу сказать, что вот первый закон, если ЛДПР победит на этих выборах, это будет закон об отмене ЕДК, о котором мы говорили. Сергей Михайлович, немножко еще все-таки к поезду вернусь. Достаточно много в нем вагонов, ну то есть когда мы говорим поезд, мы представляем себе, что достаточно там локомотив и несколько вагонов. Насколько я знаю, там в ЛДПР такие красочные вагоны, их там 7 или 8 штук, сколько их там? Почему так много? Кто едет, люди, которые там перемещаются? Что это за люди? Я так понимаю, активисты ЛДПР, чем они занимаются на станциях? И чем интересно, наверное, может быть, людям, что внутри поезда происходит во время перемещения между остановками? Ну, я не знаю, мне кажется, особо вряд ли им интересно. Это будет все-таки больше людей интересует конкретный результат, можем ли мы помочь и дойдут ли эти обращения. Ну, едут, конечно, депутаты, едет персонал технический, который занимается озвучкой, едет целый вагон, это столовая, где мы питаемся. Но это не ресторан, это просто, скажем так, кухонка очень маленькая, а весь вагон, это стоят парты такие для питания. Вот, целый вагон идет атрибутики, это майки, кепки, вот. Как склад используется. Да, ну и отдельно идут купе, там, где едут те наши волонтеры, которые сопровождают этот поезд. Поэтому вот так набираются. Сколько человек примерно? 100-200? Ну, я думаю, что поменьше. Я думаю, где-то порядка 60 человек. Вот в этом поезде, да? Какие-нибудь есть, вот вы сказали, что вы бывали не только в Оренбургской области, но и в других регионах, по которым курсировал этот поезд. Какие-нибудь были такие обращения, которые вам запомнились, что вы эту проблему не знали, что вот это для вас было откровением, что вот это существует? Местные проблемы есть. Конечно, мы многие вопросы знаем. В частности, мы знаем, что проблема существует у нас и с очистными сооружениями, с питьевой водой. Например, Халилово, там вообще вода подается по часам. То есть, как бы, ну, мы с таким уже не часто сталкиваемся. Это же все-таки не Украина, там, я имею в виду, что не Донбасс, где частями. Ну, это вопрос, скажем так, местных властей, вопрос эффективности использования бюджетных средств. То есть, ну, понятно, что, допустим, так, как сегодня власть ведет, расходы не хватает на все. Но нужно определять приоритеты. Если все-таки вот мы говорим, что вода – это ключевой фактор, конечно, нужно распределять в районе так, чтобы вот в Халилово можно было сделать артензианскую скважину и поступала, чтобы вода. То есть, такие моменты есть. Но есть, скажем так, и в основном общее, что сегодня характеризует ситуацию и отвечает сегодня, ну, и проблемам нашей области. Это первая работа, это вот даже не первая, это не заработная плата, а первая работа. Люди просто хотят работать, они не хотят уже подачек, вот, не хотят… Я думал, сейчас скажете, не работа, а дороги на первом месте. Нет, на первом месте люди хотят иметь возможность заработать, потому что очень много здоровых, как бы активных, в том числе мужчин, которые отвечают, они не могут найти. Давайте вот вспомним, вот, работы нет вообще, то есть, никто не предлагает, или работа есть, но я за такие деньги не хочу работать, или работа есть, но на таких условиях, там, какие-то тяжелые, на что жалуются обычно? Вот, смотрите… Или там начал работать, не платят. Те территории, которые мы проезжаем, вот, я могу назвать, вы же понимаете, это же не только город Оренбург, это, там, Новотроицк, Халилово, откуда ездят, там идет массовое сокращение, Новотроицк же это город металлургов, и когда идут сокращения, естественно, уже это было не первое, и все, что можно, было там заполнено. Дело в том, что я понимаю, если бы создавались новые предприятия, и тогда сокращенные люди здесь пошли туда, но, к сожалению, этого нет, и поэтому проблема, все-таки, элементарно иметь работу. Второе, это, конечно, не соответствующий сегодняшнему дню уровень зарплат. Вот, вот, нас смущает то, что нам объясняют, что денег нет, держитесь, но при этом, если мы смотрим статистику по газовикам и по нефтяникам, ну, я в масштабах России говорю, то они увеличивают свои заработные платы, причем это делают соизмеримо к курсу доллара. То есть деньги есть, держаться очень легко. Да, то есть деньги там, где нужно, они есть. Вопрос приоритетов. Поэтому я четко вижу, что на сегодняшний день приоритеты, расставленные сегодня в государстве, абсолютно неверны. Когда приходит к нам Медведев, это уже выступал как руководитель партии, в том числе, в Крыму, а вот в Думе, когда он выступал, он пришел и сказал, что мы предлагаем ЛДПР минимальную заработную плату установить, 20 тысяч рублей и пенсию. Он в ответ нам говорит, что мы законы, которые ущемляют интересы людей, принимать не можем. Вопрос. То есть, если примут ваши 20 тысяч рублей, раскачаем же инфляцию, Сергей Михайлович, ну проходи. Давайте мы решим. Значит, мы задаем вопрос, а кто это люди? Вот интересов каких людей ущемляют принятие такой минимальной заработной платы? На мой взгляд, вот произошло такое, вот особенно это было видно в Крыму на его встрече, все-таки они живут немного в другом миру. И вот поезд, это вот задача такая, чтобы все-таки мы по земле ходили, чтобы мы понимали эти проблемы. А теперь вот к вопросу раскачки инфляции. А вы знаете, я не считаю, что большая инфляция, скажем так, ну управляемая в рамках даже 15 процентов, это хуже, чем отсутствие денег у населения. Вот то, что сегодня нам диктуют со всех камер, зарплату не будем повышать, пенсии не будем повышать. Вчера я присутствовал на комитете, была у нас на Биулина, и она там говорит, вот мы 4 процента инфляцию. Я говорю, а что нам это даст? Ну добьетесь вы 4. Я говорю, на кладбище инфляция ноль, на кладбище. Поэтому инфляция это абсолютно не тот параметр, за который нужно биться. Вот если будет инфляция и будут средства, которые ее подкручивают, но на которые можно купить продукт, то я вас уверяю, те, кто получает минимальные пенсии и заработные платы, это вот те деньги, которые останутся в Оренбургской области, в России. А все, что получают за миллионы выше, они не тратят их в России. Чего мы за них переживаем? Два звонка, давайте примем. Здравствуйте, к первому телезрителю обращаюсь. Какой у вас вопрос? Представляйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я из города Орска беспокоен вас. Я инвалид второй группы по зрению. Я обращаюсь по поводу ЕДК. Вот с нового года, 2016-го, у нас в Оренбургской области, как вы все знаете, правительством области было принято решение. Спенсионеров лишние деньги. По их мнению, что это лишние деньги. И вот сейчас, в настоящее время, я лично потерял 600 рублей. Спасибо за ваш звонок. А вопрос какой? Когда же, наконец, перестанут издеваться над пенсионерами и инвалидами? Почему все вопросы решаются за счет инвалидов? Спасибо за звонок. Спасибо. Давайте первое ЕДК. Тема вам близкая. Давайте второе телезрителю. Давайте ответим, а то у нас... Я просто сегодня был в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». И мы говорили о том, что 14-го у нас будет законодательное собрание. И вот ЛДПР же говорило, что мы проводили митинги. И мы предложили закон, который в рамках вот этой методики, которая утверждена, но позволяет вернуть эти средства. Мне спросили, а вроде все. Вот сегодня в эфире она спрашивала. Мы, говорят, не слышим, нам не звонят, нам не пишут. И вот этот звонок все-таки подтверждение, что эта проблема не решена. Но с другой стороны, социальная реклама очень активна сейчас. То, в том числе и ЛДПР критиковали, что отсутствие информации еще о населении ЕДК. Вы же тоже критиковали. Сейчас социальная реклама очень много пошла. Но понятно, что надо было это заранее делать. Но тем не менее, может, из-за этого тоже люди спокоились, чтобы все поняли и так далее? ЛДПР никогда не выступала за то, чтобы информировать об снижении социальной обеспеченности. Мы всегда выступали за то, что такой закон в таком виде принимать было нельзя. Поэтому вот вопрос этот есть. Сегодня мне задавали, что как бы эта тема ушла на спад. Но как она ушла? Вот к нам в приемную на Пролетарскую 86 продолжают приходить люди. Они обращаются. И 600, и есть и 1600. Поэтому разные цифры. И теперь ответ. Как решить эту проблему? Вот мы провели 4 митинга. Мы вообще-то рассчитывали, что власть нас услышит. И не вот такой будет диалог с вами. Они скажут потерпите. Значит, вот закон, который внесло ЛДПР, его рассмотрят, примет и все вернется на круги свои. Но, к сожалению, власть вот занимает такую позицию, что обводив все по закону, о чем мы с вами говорили. Поэтому решение только одно. Нужно поменять эту власть. В сентябре у нас такая возможность будет. Надо идти выбирать тех депутатов, которые не привозят, если это село, мешок картошки бесплатно. Если это где-то в городе, к бабушкам пришел, какие-то тортики им принес. Вот это не показатель работы депутата. А вот тот закон, за который они проголосуют, это показатель. Поэтому надо выбирать ЛДПР. Первый закон, который мы примем, если победим на предстоящих выборах, в Оренбургской области, это будет закон об отмене той методики ИДК, которую приняли. Следующий телезритель послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Не забывайте нам представиться. Слушаем вас. Здравствуйте. Не дождался человек. Но есть еще один звонок, я вам скажу. Давайте еще телезритель, который во время ответа на предыдущий вопрос дозвонился, послушаем. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я звоню вам с Оренбурга. Как вас зовут? Дружбы. Мы проживаем два инвалида в четырехкомнатной квартире. Сергей Михайлович записывает. Как вас зовут? Чекунова Любовь Николаевна. Очень приятно, Любовь Николаевна. Слушаем вас. Так, мы проживаем два инвалида. Один инвалид второй группы, это я. И мой муж, инвалид чернополец, который был призван военкоматом. И стал по вине страны, я считаю, инвалидом. Но почему-то на чернопольцев плюнули и не обращают внимания. Значит, у меня такой вопрос. Почему мы проживаем вдвоем и нам нормативы дают на жилье 42 метра? Если у нас квартира приватизированная, мы должны, я считаю, льготы получать на 60 квадратных метров, но не на 42. Спасибо. Я также обращалась в приемную Катасонова, но меня, извините, грубо я скажу, попинал юрист, положил трубку и не стал со мной разговаривать. Я хочу получить ответ конкретный по нормативам. Спасибо, понятно. Понятен ваш вопрос. Спасибо. Почему юрист так себе разбираться? Ну, разбираться надо... Давайте так, вы запишите телефон тогда приемной моей личной, как раз в Степном, где находится на улице Липова 1, 64 93 13. Вы туда позвоните, мы с вами разберемся, кто с вами разговаривал и кто вас там вот в такой форме. Значит, но еще раз говорю, дело здесь сегодня не вот в этой плоскости, скажем так, правильно сегодня помочь юридически оформить для этой женщины бумагу, чтобы соцзащита пересчитала. Дело в том, что опять нам соцзащита отвечает, что все по закону. То есть есть нормативные базы, есть стандарты, есть региональные стандарты, есть вот те квадратные метры, о которых она говорит. Получается 44 метра по 22 набрата, да? Да. То есть мы говорим о том, что вот в результате, да, мы методику можем пересматривать по-разному. Можно считать, скажем так, с разных сторон, но мы говорим о другом, что в период, когда пенсии у нас обесценились, а сегодня эта категория получает, ну, единственный источник – это пенсия. Вот изменять все социальные льготы, которые имели, мы могли поменять методику, но люди не должны были потерять. Вот это главное. Поэтому для вас мы еще раз посмотрим, и я самое главное разберусь, с кем вы разговаривали, звоните мне в приемную мою, но решение вопроса – это изменение закона. Поэтому нужно, чтобы депутаты, которые придут в законодательное собрание, просто вот 14-го у нас законодательное собрание, уже закон, который ЛДПР подготовил, мы его внесли. И вот сколько человек поднимут руку вот за Любовь Николаевну? Сколько? Вот, к сожалению, у нас получается, это там 10-12 человек – оппозиция. Все остальные представители партии власти голосуют против вас. Поэтому 18 сентября надо идти на выборы, в Сепном поселке есть достойные кандидаты и голосовать за ЛДПР. По судьбе жалоб и обращений, которые собираются поездом ЛДПР, мы немножко забыли, что мы про поезд разговариваем. Я так возвращаюсь в эту тему. Какая реальная помощь оказывается людям, тем, которым можно? Или это все-таки в основном юридические консультации? Или все-таки агитационная цель этого поезда превалирует, потому что там символику раздает? Ну, вот где там, какая золотая связь? Знаете, вот, если говорить в развитии того, о чем мы сегодня уже начали с вами рассуждать, все-таки главное сегодня – это не точечно помочь, хотя это не надо исключать, и партия помогает. Но мы принципиально видим, что ресурсы в области есть, то есть деньги есть. Они есть в бюджете, но вопрос распределения их, вопрос приоритетов, он совершенно не соблюдается. Ну, в частности, вот, например, мы говорим, что нефтяникам отдается 3 миллиарда льгот за то, что они нефтяники. При этом все, что мы собираем с малого бизнеса – это всего полтора миллиарда. То есть получается, что если бы в правительстве поставили задачу при сокращении рабочих мест все-таки дать людям возможность себя занять, то есть, ну, открыть какое-то небольшое дело, взять знакомых, то есть это и самозанятость, и малый бизнес. Даже освобождение всего малого бизнеса от налогов – это дало даже бы, скажем, не такой ущерб, как вот то, о чем мы говорим. То есть вопрос приоритетов, то есть что же все-таки нужно в первую очередь рассмотреть. Поэтому мы считаем, что есть и ресурсы, нет сегодня политической воли и нет желания проводить реформы с увеличением налогооблагаемой базы, а есть желание решать простым способом – перекладывать все на плечи населения. Это и ЕДК, это и вот льготы, которые отдаются крупным предприятиям. И вот я считаю, что результат это закономерен сегодня. Вот я сегодня, когда шел к вам, буквально прочитал информацию, официально дало новую информацию по оценке деятельности партии. Сегодня ЛДПР вышло на второе место. Я тоже читал эту информацию. Вы читали, да? Обогнав коммунистов. Обогнав коммунистов. Но я считаю, что это как раз результат нашей прямой открытой позиции. Это результат активной работы председателя партии. Ну и самое главное, если говорить о нашем Оренбуржье, то у нас достаточно молодая новая команда. Мы решительно обновляемся. И я вижу, как приходят люди, которые действительно хотят прийти во власть для того, чтобы служить народу. Поэтому мы очень с таким оптимизмом и надеждой смотрим на предстоящие выборы. Сейчас примем телефонный звонок, а после него, чтобы я не забыл сам себе, говорю, поговорим о том человеке, приход которого многие баринбуржцы хотели бы здесь видеть. Здравствуйте. Обращаюсь к телезрителю. Вы в прямом эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Представляйтесь. Добрый день. Добрый. Бугуруслан вас беспокоит, Дмитрий. Вопрос у меня по поезду. Почему поезд в преддверии только выборов, как правило? Вот это как бы пыль в глаза, я так считаю. Это лично сугубо мое мнение. И второй вопрос. Вот вопрос как раз приоритетов. Это именно к Катасонову. Вот вы лицо партии здесь, в Оренбурге, скажем так. Почему это лицо так часто меняет свою позицию? Например, вы были комсомольцем. То есть это ближе к коммунистам. Вы были и в Единой России. Сейчас вы вот в ЛДПР и всегда вы ратуете. Почему у вас вопрос приоритетов? Почему так все быстро и приоритеты у вас быстро меняются? Это прямой вопрос. Я сейчас выключу телефон, чтобы вас слышать ответ. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну начнем с поезда. Да. Почему? Насколько я знаю, с другой стороны поезд ездит не только в преддверии. Да, я думаю, что это ответ. Потому что я прочитал, что он... Но в период предвыборной кампании активизируется все-таки. Нет, ну я хочу сказать, что ездит он как бы постоянно, каждый год. Это 4-6 поездов в год у нас проходит. Поэтому здесь с поездом как бы вот ответ понятен. То, что касается... Что я был в комсомоле, да, я был в комсомоле, этим горжусь. Я тоже. Да. Человек должен занимать активную позицию. Он должен пытаться изменить нашу жизнь к лучшему. Вот там, где я считаю, есть эта возможность, ее нужно применять. Да, был я в течение 4-х лет, по-моему, в партии «Единая Россия». Сегодня в ЛТПР я уже 5 лет, даже больше. Но, скажем так, я вижу, что сегодня для того, чтобы изменить ситуацию, понудить, скажем так, нашу политическую власть в лице президента прислушаться к народу, нужно, чтобы этот народ имел представителей, которые выражают точку зрения. Вы пройдите вот с этим поездом сегодня, но нету там власти. Власть туда не выходит. Я вот знаю, к нам приезжали сегодня... Неужели даже вот в небольших населенных пунктах никто из муниципальных депутатов там хотя бы не вышел? Я вам скажу, что у меня коллега мой координатор, он с Новоорского района, и в энергетике совсем недавно был губернатор. Значит, ну, скажем так, освистали. Я уж не буду там в деталях. То есть сегодня власти выйти не с чем. И, понимаете, она все равно продолжает править. Поэтому наша задача, если население не будет никто представлять достойно, если никто не будет не просто вот какими-то лозунгами «Вы уходите, мы придем», а будет предлагать программу по малому бизнесу, будет говорить, что да, мы поднимаем минимальную зарплату, но деньги нужно взять с прогрессивной шкалы налогообложения. Мы должны поменять социальную справедливость в нашей стране. У нас сегодня, скажем так, 1% людей получает 70% доходов. Такого сегодня нет. Я занялся простой арифметикой и посмотрел, а какая наша страна по уровню валового внутреннего продукта на душу населения. Ну, мы смотримся достаточно так, средненько, неплохо там, скажем так, в районе 20-ки. 20 тысяч долларов вы имеете? Нет, место, я имею где-то 20-е место. Хорошо, я вижу, какие страны идут впереди меня. В основном это, конечно, Европа, Америка, Япония. Ну, там, кстати, попадает и Эстония, там и другие. И я беру другую колонну, я беру колонку и смотрю, а минимальная заработная плата в какой стране? Я вдруг увижу, что я ухожу во вторую сотню. И впереди меня появляется Алжир, впереди меня появляется Ирак, где американцы совсем недавно 500 тысяч населения положили во время войны. И сегодня там минимальная заработная плата выше. Я уже не говорю о прибалтийских странах. Белоруссия сегодня обогнала наш Китай. Это говорит о том, что? Китай. Это говорит о том, что проблема не в том, что мы мало зарабатываем в стране, что она у нас бедная. Она у нас не бедная. То есть объем валового продукта страна производит достаточно, а вот перераспределяется он таким образом, что половина населения нищая. То есть мы попадаем во времена Ивана Грозного какого-то, понимаете? Когда вот все у нас уходит в федеральный центр, а население вот по территории России, выживайте здесь как-то, денег нет, держитесь. Вот это... Жалобы на поезд именно вот эту вашу точку зрения кто-то высказал? Жалобы... Из простого. То есть когда поезд приходил... Ну конечно. Я же сказал, первое это вот рабочие места, второе... Они понимают эту ситуацию? Минимально, да конечно. Они же видят, информация сегодня открыта, они видят о том, что идет рост у нас в корпоративных компаниях федеральных, то есть зарплата-то не падает. А на себе они ощущают, что мы по уровню реальных доходов отвалились сегодня на уровень 90-х годов. Поэтому, возвращаясь к вопросу, понимаете, вот активная жизненная позиция должна быть всегда у человека. Я считаю, что сегодня партия власти, она уже кредит доверия исчерпала. И единственный вариант, вот не революционный, а эволюционный, это прийти на выборы. И поэтому мы говорили, какая задача основная у поезда? Вот вы, может быть, не поверите, но для меня задача это все-таки вернуть надежду людям. Люди не верят, что можно через голосование поменять власть. А вот я верю, потому что я считаю, что если 50% придет населения на избирательные участки, то изменить приказным характером это просто невозможно. Я уж не говорю о том, что у нас 4 уголовных дела, которые, скажем так, по двум решениям приняты, и уже осуждены люди, которые фальсифицировали эти все дела. Поэтому я думаю, что вот большого желания сегодня защищать власть, которая их не защищает, отнимают у них ЕДК, не индексируют пенсии, зарплаты. Сегодня за эту власть вкидывать в бюллетни не будут, и надо идти на выборы и побеждать. Скин Михайлович, вот я перед звонком телевизора сказал, что интересуюсь одним человеком, ну, естественно, это Владимир Большой Жириновский. Вот после просмотров материала моих коллег, я имею в виду с других региональных телекомпаний, которые отчитывались о визитах поездов в Екатеринбург, в Нижний Новгород. У меня отлично сложилось, может быть, оно ошибочное впечатление, но люди ожидали, что вот сейчас остановится поезд, из вагона выйдет Владимир Большой на платформу. Ну, выходили депутаты Государственной Думы местные, выходили депутаты Государственной, в смысле, местных законодательных собраний, выходили депутаты Государственной Думы. Районных советов, да. Владимир Большой, как участвует в работе этого поезда? Есть у него какой-то график? Какие приоритеты он может? Куда-то поедет, куда-то не поедет. Владимир Большой провожает поезд, встречает поезд. Это вот мы с ним на вокзалах в Москве общаемся. Но если наши телезрители смотрят телевизор, то они видят, наверное, его каждый день на экранах. Каждый день. Это все туповые каналы. Ну, живого-то хочется видеть, где, особенно в глубинке, где живого политика крупного вообще только по телевизору и видят. Да, но с учетом вот графика его выступлений, это же не пишется, это все прямой эфир. Поэтому, конечно, он находится в Москве. И вот охват через телевизор, через аудиторию намного выше. Поэтому здесь вопрос приоритетов. Мы считаем, что лидер должен находиться там, где от него больше эффективность. Сегодня, конечно, вот возможность донести идеи партии, собственные идеи, программу партии, видение, алгоритм действий. Что нужно для того, чтобы изменить ситуацию внутри России? У него, конечно, вот в Москве больше. Поэтому он там работает. Ну, не удержусь. От следующего вопроса. К нам-то приедет. Давно мы его не видели. Вот есть ли в планах у Владимира Вольфовича посетить отдельно взятую Оренбургскую область? Он, кстати, у нас неоднократно бывал. Ну, имеет много поклонников. Бывал он у нас на прошлых выборах в Государственную Думу. Я как раз участвовал в этих выборах в 2011 году. Да. И хочу сказать, что вот у нас и в Оренбургской области аналогичные результаты. Мы сегодня вышли на второе место после партии власти. Это же как бы показывает, что работа ведется и региональным отделением сегодня, и ведется все-таки федеральным центром. Я думаю, что заслуга его в том, что сегодня в Оренбурге такое есть доверие, к партии. Конечно, это результат обновления. Вот очень много я слышал, что мы вот обратимся. Я думаю, что это утопия предполагать, что какие-то изменения вот у нас в региональном отделении проходят без ведома председателя. Вопрос на эту тему. Депутаты Рейзлер, Химич и Бетцман, бывшие члены ЛДПР, они были в Оренбурге. И насколько я понял своих коллег, которые освещали, я, к сожалению, не освещал визит по ОСД ЛДПР, которые освещали этот визит. Они пытались высказать какую-то точку зрения, но им не дали высказать эту точку зрения. Ну, один из журналистов использовал термин, они были освистаны и как бы ушли. Что-то на самом деле случилось, и почему не захотели послушать? Хоть и бывших, но коллег. Ну, что значит, бывших коллег. Я вообще считаю, что перейдя, допустим, в стан сегодня нашего политического противника, в партию власти, кстати, это очень легко. Вот когда предыдущий мне вопрос задавал, вы знаете, уйти из партии власти в оппозицию – это и поступок. А вот уйти из оппозиции и прижаться к партии власти – это по-другому называется. Так вот, когда они вышли с какими-то вопросами к нашему митингу, то, естественно, для нас они политические противники, потому что они участвовали в праймере с Единой Россией. И обращение к Жириновскому, которое вроде у них не приняли, ну, я думаю, что это высокая оценка нашей работы. Потому что если политический противник твой обращается к твоему руководителю с просьбой кого-то с этой территории убрать, значит, мы действительно им мешаем. Поэтому я думаю, что, в принципе, каждый волен излагать свои мысли, но я хочу сказать, что у нас же ведь так устроена была вот эта встреча на каждой станции, и в Оренбурге, и еще 18 станций, что подходили все, и мы же не спрашивали, что в этом письме. Они просто сдавали в центральный аппарат, не в наше региональное отделение. Потому что мне даже удивительно, если они хотели это передать в центральный аппарат, надо было подойти просто к юристам и передать. Понятно. Ну, у нас буквально минута осталась до конца нашего прямого эфира, как всегда, за интересным разговором, быстро времени. Да, достаточно быстро. Вот. И обратимся к результатам нашего интерактивного голосования. Вопрос был просто вспомнил. Поезд ЛДПР – это, вернее, вступительная часть. Первое – возможность быть услышанным. Вторая часть – пример для других партий. И третье – я ничего не знаю про этот поезд. Вот мы увидели, что все-таки большинство наших телезрителей, которые участвовали в интерактиве, считают, что это возможность быть услышанным. Но меня настораживает большое количество тех, синий столбик, которые вообще ничего не слышали об этом поезде. Не будем развивать эту тему. Я отвечу. Скажем так, есть над чем работать. Я скажу, что давайте так. С учетом того, что у нас много автомобильных дорог, региональное отделение возьмет на себя обязательства. И те, которые не слышали, мы проедем автомобилями. О чем предлагал ваш покорный столбик. Договорились, дорогие друзья. Напомню, что сегодня мы говорили о агитационном поезде ЛДПР, который две недели тому назад прошел по территории Оренбургской области. Сейчас продолжает колесить по просторам нашей страны. Он находится где-то в Сибири, насколько мы перед эфиром с Сергеем Михайловичем Катасоном. А в гостях у нас был Сергей Михайлович Катасонов, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР. Следующая программа «Обратная связь» выйдет в эфир уже совсем скоро, послезавтра. Какова будет ее тема, на какую тему пойдет разговор в этой студии, услышите, как всегда, из анонсов в наших информационных программах. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи и всего вам самого доброго. Оставайтесь на нашем канале.